программа двр диван вопросов от родителей с вами я и с вами я браво ты кто я а ты кто я замечательно мы сработались расскажи кто ты а на самом деле меня зовут влад не 20 с чем-то я женат я дсвр дс детеныш старшего когда-то типа дети слегка верующих родителей это когда ты типа с малых лет церкви год с 4 там с 5 возможно вот но твои родители они не принимают какую-то активную позицию в церкви они не служат яра может быть чем-то до какими-то моментами но они не являются в центре внимания там еще что-то это называют атаке дети слегка верующих родителей это ты называешь да да ну я живу радость нижнем новгороде в церкви посольства иисуса окунемся в твое детство как твои родители уверовали когда тебе было четыре правильно примерно 45 что это было за день что это было со временем ты помнишь да я прекрас помню я сидел к джачке в таком нарядным красивым вот к сожалению в больнице в коме до седьмой день по моему шоу моя мама сильно паниковала она не понимала что происходит со мной потому что семь дней до этого я бегал под стол как это модно говорить брал со стола все что не приколочено и был обычным короче ребенком но вот эти семьи я лежал в коме и маму не арене понимал что происходит никто не знает до сих пор то есть когда я отслужил и я ходил военкомат они спрашивали что с тобой было потому что это все запечатлено в документах так далее это очень серьезно потому что с таким диагнозом не берут там в армию и так далее вот я говорю я не знаю это кто знает а бы ну врачи она знает который меня лечили они там сводки навели подняли архивы и так далее и в итоге подняли несколько архивов и везде разные диагнозы потому что мы побывали в разных больницах потому что никто не знал что такое но суть не об этом он говорим о том как родители меня покаялись примерно о том родители покаялись через миссионеры который просто приехал в этот город так скажем отдохнуть из город семенов вот но я лежал в нижнем мои родители познакомились в семенами с этим пастором так скажем он просто приехал отдохнуть то есть он не планировал даже заниматься какой-то миссионерской деятельности он по-моему был то ли за латвии то ли из эстонии откуда-то тут познакомились на каком-то мероприятии я не знаю как честно вот до сих пор чуть не уточнил и суть в том что он рассказал о боге вот и моя мама она была тогда молодая есть честно и она была наверно моложе чем я сейчас даже здесь вот и она заинтересовалась этой темой и нашла пути в нижнем новгороде тогда совсем чуть-чуть не в нижнем а на бару вот где есть такая церковь хотя бы прототип ее и запад и нашла так сказать еще тогда не посольство иисуса что-то это было другое я уже не помню сейчас хорошо так и что произошло дальше вот ты лишишь в коме они уверовали они уверовали уверовали в бога пастор приехала с моими родителями ко мне в больницу они начали молиться с пастором еще была какая-то помощница которая пророчески сказала что этот ребенок он выживет то есть вы не парьтесь он может быть там день два три четыре еще полежит но вы уже не брать не парьтесь все будет хорошо вот она говорит это типа пророчество все хорошо и все вот у нас был оси я при этом еще и в армию попал с таким диагнозом и отслужил и вообще женился способ детей на рожать была ли личная встреча у тебя что это был за момент что это за время если честно на самом деле я каждый день становлюсь верующим это такая немножко непонятная тема вообще крестьянская жизнь как я заметил по своей двадцатилетний опыта общения с христианами так далее что она и всегда циклично как как то есть моменты когда ты падаешь есть момент когда ты встаешь и прорываешься и еще выше встаешь вот и у меня всегда жизнь такая была то есть я никогда прямо навсегда у не уходил в мир я никогда там не говорю что все бога нет я больше не верю то но я же являлся ребенком который живет семье верующих родителей вот безусловно они тоже сыграли большую роль в том что я остался в церкви потому что они вначале как библии написано что наставив юношу в начале лет там своих и так далее но как там как то так там в этой библии древней написано и у меня всегда в голове вот этот звон так сказать так скажем был то что ты верующий ты знаешь бога но я действительно его всему ощущал и знал после особенно комы и после этого были всякие взлеты падения но даже когда поговорим пора по падении падение самая моя любимая часть жизни я на самом деле рос среди уличной шпаны ну такой остатки 90-х потому что это уже были двухтысячные так далее мы копировали тех ребят которые выросли в 90-х мы с ними общались они уже были взрослыми вот но мы всегда смотрели брали с них пример что они делают как они говорят и так далее к сожалению я очень много время проводил на улице и накопилось какие-то моменты что мы овладевали иногда я был радикально верующим человеком какие-то времена я пока я я старался покаять трех своих друзей они все были в церкви они всем произносили молитву покаяния они ходили на группу кто-то там полгода год кто-то даже полтора остался но к сожалению они не укоренились как вернился я вот и слава богу что этот этап жизни он моей жизни был то есть я никогда и как я говорил повторюсь я не уходил с концами как может быть некоторые гости этой программы вот забивали на веру на христианство вот но я знал что я спасен всегда твердо знал что я спасен но я всегда давал себе шанс что я еще молодой а погуляя должен увидеть этот мир на волне и амир он всегда подкидывал новые идеи как можно себя развлечь вот и тем самым у меня вот подкупал класс как произошло вот это вот окончательное понимание что все-таки хочешь с богом идти это наверно произошло после второго encounter 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 это встреча с богом мы просто уезжаем на какое-то время сначала были подростковые encounter которые меня не впечатляли потому что и я видел то что дети пасторов дети служителей и я таким не являлась потому что мои родители никогда особо не служили они здесь сейчас вот такие через неделю я с ними же уже делал те вещи которые делал в миру и ты их делал но при этом осуждал мы не осуждали друг друга но суждали таких людей которые так делают то есть это была такая подростковая конфрактация типа мы можем так себе позволить а вы нифига но это было конечно глупо с нашей стороны это уже осознаешь только с возрастом и на втором encounter который давай начнем с того как я вообще туда попал вот и я прошел подростковый там ездил в лагеря также детские христианские аллилуйя хлопал в ладоши но через неделю я знал с кем собраться из церкви с какими братьями и где можно хорошо отдохнуть и так далее да и мне стукнул 18 лет я заканчивал 11 класс и я должен уже принимать самостоятельный выбор куда мне идти учиться потому что родители такие немножко были жесткие но они направляли и говорят типа ты можешь пойти туда 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 но выбор за тобой я сделал свой выбор и я пришел в новое новый круг у меня закончились те старые друзья из школы которые мы бегали по улице и так далее и в этом новом кругу я посмотрел что есть и другие ребята реальным миру что есть ребята которые также делают то что я делал раньше есть прямо которые умные которые начитанные которые берут примеры не из тех ребят которые выросли в девяностых из каких-то звезд которые что-то доносит своей публике какие-то мысли и так далее ну такой был у нас университет разношерстный и я понял что даже в церкви находясь есть ребята и такие такие и в миру есть такие такие я начал общаться с как раз таки с такими ребятами которые могли тебя задать интересный вопрос на котором ты мог вероятно подискутировать вот и я понял что о чем я отличаюсь от них потому что я всегда был в таком еще поиске что я должен что-то быть как-то вот универсальным что ли такой интересным и так далее и я вы с улицы пришел они на меня смотрят такие типа это гопник просто его только семечек кинь короче он как голый будет кулькулька но я такой у меня есть библия которую я знаю по крайней мере мне они рассказывали я читал ее вот я знаю веру мне нравится я верю в бога я начал говорить то что что знаю я интересного вот и у нас взялся дискусс и там вопрос с одним человеком мы ушли с пар прогуляли потому что деле столовая у нас такая баталия была за христианство я так я взялся я старался по-пацански у меня грузил я понял что это уже не работает давно вот и проповедовали получать что я проповедовал ему о боге что господь есть да как ты не веришь я напитался то что бы был реальный есть бог вот иисус который тебя спас и сам того не понимая я такой так мне надо окончательно убрать свою старую жизнь и погрузиться в новую я поехал на мужской энкаунтер который уже взрослый вот и нас классная команда служителей была которая нам служила и в принципе момент переломный был там класс расскажи про переживание бога как ты его переживаешь что это такое вообще штуковина пережить бога когда ты много читал противоречий про библию что она какая-то не такая такая но читая библию ты понимаешь что очень все логично очень все правильно пускать книги там написаны в какое-то время разные и так далее ты понимаешь что как это вообще один тут про другому процитировал другой другому сказал то что было давно и все это сходится и ты думаешь нет это есть и ты переживаешь бога то что аллилуйя господь действительно вот ну только ты так мог все связать в мире любимая книга в библии откровение почему остальные более-менее понятно то все нравится какой-то загадочный очень глубокий пацан просто говорится о том как надо жить а там говорится о том что возможно тебя ждет и причем ждет когда ты будешь с богом или ты не будешь богом и там и тот и тот путь тебе ясно указан но интересно сделан рассказано что ничего не понятно но ты боишься трепещешь то есть ты будешь без бога может все кончится плачевно ну а у круто мне понравилось твой язык любви мне жена каждый день спрашивает потому что она до сих пор не может определить его а я не могу ей сказать а я каждый день меняешь ладно хорошо я скажу так что сначала у меня была такой язык любви был время я должен был очень много проводить время со своей будущей женой девушкой и я думал что это правда потому что я всегда ее забирал откуда-то куда-то отвозил там на работу школу там мой школу в университет она говорит младше меня так что все законно вот и сейчас я думаю что это просто разделение твоих интересов с тобою это язык любви такой интересно но сейчас до сформировался более-менее ярко выраженный среди всех остальных что ты любишь есть смотря какой жанр пищи салаты горячие я просто люблю есть я жене говорю готовь все кроме гречки потому что в армии была гречка every day и я такой я кажется на всю жизнь я наелся почти жизненная ситуация только не в армии в семье тебе ты знаешь свое призвание безусловно и что это рассказать человеку с которым я когда-либо разговаривал обоих любому каждому стараться на это сильно жизненный совет самый главный который ты можешь передать человеку ты готов рассказать смотря какого возраста любому и я скажу своему возрасту которому 20 с чем-то ребят самое главное слушайте своего отца если вы слушаете своего отца то каким бы он ни был вы в этом мире будете всегда мужчинами вы всегда будете знать что ваша жизнь в ваших руках вы берете ответственность за нее и только так вы сможете действительно быть настоящими в том что вы делаете там служение в боге в работе либо еще где-то девушкам и я бы сказал тоже слушаться отцов потому что иногда женщины они могут бах взорвать все а потом думать как это все собрать отцы всегда обстоятельнее учись у мам любви у отцов всему разному да вот спасибо за мудрость все я благодарен тебя за откровенность и за твою любовь который с его силу что позвали все нам и благодарим тебя благодарим вас дорогие зрители а вы присылайте нам ваши вопросы любить своих родителей любите нас